Мы уже сообщали о том, что стали известны первые в этом году обладатели президентских грантов на развитие гражданского общества. Всего на конкурс поступило больше 10 тысяч заявок со всей страны. Самые популярные направления – охрана здоровья, социальная защита и сохранение исторической памяти. В число победителей вошли шесть ямальских некоммерческих организаций, в том числе три из Лабытнанги и одна из поселка Харп. Сегодня расскажем о проекте общественной организации «Защиты животных Ковчег». Центр защиты животных Котопеса открылся два года назад. Сегодня здесь находится больше 200 питомцев. И каждый из них хочет обрести свой дом. Чтобы это стало возможным, общественники решили проводить выставки. Но одно дело – сделать их в приюте, другое дело – организовать выездные. Это требует сложной подготовки. Реализовать задуманное стало возможным благодаря президентскому гранту. Полученные средства гранта пойдут на закупку выставочного оборудования, такого как шатер, например, мы хотим купить. Мы хотим приобрести клетки, то есть выставочные клетки для кошек, выставочные клетки для собак. Также транспортировочные клетки, то есть это сумки-переноски, боксы-переноски животных, чтобы нам было проще доставлять наших питомцев до места. Несмотря на нехватку необходимого оборудования, общественники уже устраивали несколько выставок. Последнюю провели совместно с городским домом культуры. Она и доказала, что такие показы имеют спрос у горожан. Несколько животных обрели свою семью. Эта добрая девочка, которой сейчас 4,5 месяца, рождена, дарит свет и радость всем вокруг. Аплодисменты, Бери. Теперь проект «Бери домой» поможет еще большему количеству бездомных питомцев. Проект получил грантовую поддержку в 800 тысяч рублей. Общественники запланировали на этот год не меньше трех выставок в популярных общественных местах города. Мы бы хотели и выставить наших животных и на территорию парка Юбилейного, например. И поработать опять же таки с ДК на площади Нака, например. Также мы бы хотели провести выставку, приуроченную ко дню города, ко дню защиты детей. Люди, которые готовы менять мир вокруг себя, получают поддержку от государства. Свыше 4 миллиардов рублей в этом году выделено 2000 некоммерческих организаций. Прием заявок на второй конкурс президентских грантов стартует 1 февраля и продлится до 15 марта. Карина Щербакова, Евгений Садыков, программа «Время местное». Субтитры создавал DimaTorzok